МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ Это словосочетание вызывает сразу несколько ассоциаций. Мощь боевых кораблей. Безумство морской стихии. И, конечно, моряки в военной форме. Форма советских моряков всегда выгодно отличалась от обмундирования других родов войск. Она имела очень давние традиции и была демократичной в покрое. В Советском Союзе служба на флоте считалась престижной. И не последнюю роль в этом играла именно одежда военно-морского флота. Написано множество песен, в которых так или иначе упоминается какой-либо элемент морской одежды. А про стихотворение и говорить не приходится. О форме военно-морского флота Советского Союза и пойдет наш дальнейший рассказ. МОЛОДОЙ МОРЯК Грудь его в медалях ленты в якорях Октябрьская революция 1917 года перевернула все устои России. Пришедшие к власти большевики выпустили целую серию постановлений, декретов и резолюций. Большей частью они были направлены на отречение от царского прошлого. Эти изменения затронули как гражданское население, так и армию. Не остался в стороне и военно-морской флот. 12 января 1918 года был издан декрет Народного комиссариата. Назывался декрет «О демократизации флота» и начинался со слов. Существовавшие до сих пор названия чинов, подчеркивающие кастовые различия, упраздняются. И все военнослужащие флота именуются «Моряк военного флота Российской Республики». Помимо уравнивания всех военнослужащих флотов в правах, этот документ предписывал и организацию специальной комиссии. Она должна была рассматривать вопросы создания военной формы для моряков. До появления новой формы морякам разрешалось донашивать прежнее обмундирование императорского флота. Однако комиссию так и не создали. Гражданская война заставила значительную часть личного состава флота оставить места несения службы и вступить в боевые действия на суше. В условиях всеобщего хаоса вопрос о новой форме для военно-морских сил оставался долгое время лишь в умах советского руководства. К обмундированию вернулись только весной 21-го, когда гражданская война уже подходила к концу. На 10-м съезде рабоче-крестьянской партии большевиков приняли решение о возрождении и укреплении флота. Подразумевались ремонт старых и строительство новых кораблей, открытие военно-морских училищ, набор военнослужащих для руководства флотом. И, конечно, возник вполне закономерный вопрос. Во что одеть моряков? Стоит отметить, что для сухопутных войск первые варианты новой одежды утвердили еще в 19-м году, а к 21-му уже серьезно задумывались над следующей реформой в обмундировании. Ничего подобного на флоте не происходило. И на съезде рабоче-крестьянской партии приняли решение наверстать упущенное время. В октябре 1921-го вышел приказ Реввоенсовета Республики. В нем и была прописана новая форма одежды РККФ – рабоче-крестьянского Красного флота. Но назвать ее новой можно лишь условно. За основу взяли образцы одежды царского флота и предметы обмундирования, утвержденные временным правительством перед революцией. В чем же была причина такого решения? В отличие от сухопутных войск, одежда военно-морского флота мало подвергалась влиянию военного прогресса. Например, с появлением скорострельного оружия в сухопутных войсках стали уделять большое внимание маскировке военнослужащих на местности. Поэтому в начале 20-го века во многих армиях мира появилась форма защитного цвета. Понятно, что морякам маскироваться на корабле незачем. И форма защитного цвета им не нужна. Да и с точки зрения руководства страны, одежда военных моряков на данном этапе не нуждалась в улучшении. Она была достаточно функциональна и отвечала требованиям времени. Рассмотрим форму некомандного состава, или, проще говоря, матросов. Бескозырка с лентами, белая или синяя рубашка с форменным воротником, тельняшка, черные брюки и ботинки. Эта повседневная одежда, принятая в октябре 21-го года, дошла до наших дней практически без изменений. Но каждый элемент этой одежды имеет свою уникальную историю. Пожалуй, один из самых известных элементов военной формы матросов – это фуражка. Или, как ее еще называют, бескозырка. Такой головной убор появился на флоте еще в начале 19-го века. Они получили распространение в связи с тем, что это был рабочий головной убор. Он был наиболее удобен. Он прикрывал голову от солнца, в принципе, от дождя. И не мешал выполнению различных работ, в том числе и физических. Поэтому он стал наиболее популярным, в том числе и на флоте. В рабоче-крестьянском Красном флоте фуражку приняли практически без изменений, со всеми сопутствующими ей атрибутами. Белым чехлом, который надевался на бескозырку в летнее время, и ленточкой. Кстати, с появлением ленточки на бескозырках связана интересная легенда. По одной из версий, обычай носить ее на фуражках берет свое начало от рыбаков Средиземного моря. Перед выходом на промысел они получали от матерей или жен ленту с вышитыми словами молитвы или заклинаниями. Такой лентой рыбаки подвязывали свои длинные волосы в суеверном убеждении, что любящая рука матери или жены незримо оградит их от всяких бедствий на море. Конечно, эта история не более чем красивая легенда, подтвердить или опровергнуть которую сейчас уже невозможно. Но как бы то ни было, лента на бескозырках моряков появилась. Она оборачивалась вокруг фуражки и с помощью петли из ниток крепилась с задней стороны. Концы ленты свободно висели сзади. В царском флоте на ленту наносились надписи, которые обозначали номер экипажа или название корабля. В рабоче-крестьянском Красном флоте на них появилось название флота или училище. Кстати, моряки в дальнейшем придумали ленточке еще одно назначение. Свободные концы обвязывали вокруг шеи, чтобы бескозырку не сдуло во время сильного ветра. С историей бескозырки связан еще один интересный эпизод. В 30-х годах на флоте утвердили фуражку с пружинным каркасом. Этот каркас равномерно растягивал головной убор в разные стороны. Таким образом, внешний вид бескозырки становился более строгим. Эта идея возникла еще в середине 20-х годов. И придумали каркас матросы. Что касается вот этих пружин, то они первоначально вошли неофициально в моду на флоте. И по воспоминаниям ветеранов, это касалось и молодых матросов, и в принципе курсантов, вставляли в тулю фуражки пружины из будильника. Таким образом, сам покрой тули не был предназначен для этой пружины. И фуражка вытягивалась, становилась неким блином. Если вы смотрите старые фотографии, то можно наблюдать именно такую форму. Когда туля практически становилась плоской, и не было видно даже звезды спереди на туле. Помимо фуражки, еще одним известным элементом одежды матросов по праву считается нательная трикотажная рубашка с поперечными белыми и синими полосами. В обиходе ее сокращенно называют тельняшкой, потому что эта рубаха надевается прямо на тело. Появилась тельняшка еще во времена парусного флота. Выбор белого и синего цветов был не случайным. Тельняшка полосатая делает человека заметным. И когда сотни людей работают на такелаже, на мачтах, на вантах, и необходимо, чтобы те, кто ими руководит, их видели. И вот это вот пестрящее сочетание делает их очень заметными. В 1974-874 году тельняшка была принята официально в качестве предмета вещевого снабжения и стал не только предметом вещевого снабжения, но и также символом флота. Неотъемлемой частью формы тельняшка стала и в РККФ. С 1921 года она дошла до наших дней практически без изменений, хотя матросам сейчас редко приходится лазить по мачтам. В немалой степени такое долголетие тельняшки объясняется тем, что сочетание цветов символизируют морские просторы. Синие полосы – небо, а белые – гребешки бегущих вдаль волны. Моряки всех поколений были неравнодушны к тельняшке, ласково называя ее морской или полосатой душой. Она хорошо хранит тепло, она великолепно прилегает к телу, и вот как человек, проносивший тельняшку пять лет в училище, и потом время от времени к ней возвращавшись, я считаю, что это один из самых замечательных элементов одежды, созданных человечеством. В 1921 году был утвержден еще один элемент одежды старшины матросов. Это синий форменный воротник с тремя белыми полосками. Появился он в конце 19 века. А позаимствовали воротник из зарубежного флота. Флот, как организация, в принципе, корпоративная, она достаточно и консервативна с одной стороны, но и в то же время интернациональна. То есть многие элементы форм одежды, они были заимствованы у зарубежных флотов, в частности, у голландского флота и так далее. Поэтому воротник тоже пришел к нам из зарубежа. И первоначально он полос не имел. А потом появились три белые полосы, которые, ну, существуют различные предания, традиции, о том, что они означают там три великие морские сражения. На самом деле это не так. Полосы как раз тоже выделяли этот воротник на фоне омундирования синего цвета. То есть они были чисто декоративным элементом. Никакой символики они в себе не заключали. Носят воротник с синий или белой рубахами. Они появились на флоте одновременно с воротником и были разработаны в Царской России для замены тесных мундиров. Синяя рубаха надевалась в холодное время года, а белая — в летний период. К рубашке матросам полагались прямые брюки на выпуск с ботинками. Стоит отметить, что в этом отношении военно-морская форма очень долгое время отличалась от общевой войсковой. На флоте выбор в пользу брюк был вполне обоснован. Большую часть времени моряки проводят на корабле, и поэтому защита ног от грязи им не нужна, а значит, не нужны и сапоги. Поэтому ботинки были установлены еще в Царском флоте. А с эстетической точки зрения с ботинками гармонично сочетаются брюки на выпуск. Вопреки расхожему мнению, носить брюки-клеш на флоте категорически запрещалось. Хотя сразу после революции такая мода была. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! В 17-м году моряки, именно когда начались беспорядки на флоте, неподчинение, и клеш получил распространение. До этого такого фасона не было на флоте в моде. Естественно, чем больше рушилась дисциплина, тем больше становился и клеш, как показатель этого. В 21-м году для матросов утвердили двое брюк прямого покроя. Черные и белые. Черные являлись элементом повседневной одежды, а белые надевались в особо торжественных случаях. В дальнейшем брюки на флоте, да, на советском флоте, брюки были слегка расклешенные. Но такой клеш, как мы представляем, именно как было модно в 70-е годы, в конце 60-х, 70-х годов, естественно, на флоте не разрешалось носить. Конечно, гардероб матросов не ограничивается перечисленной одеждой. Все-таки корабль — это большая машина, созданная для защиты морских рубежей. Она оснащена различной техникой для выполнения поставленных задач. Корабельные орудия, машинное отделение, ходовые механизмы — это только малая толика техники, с которой работают матросы. И назвать условия работы чистыми нельзя. Поэтому для РККФ, помимо парадной и выходной форм, приняли рабочую одежду. Тем более, что в распоряжении уже имелись готовые образцы царского флота. Их разработали еще во второй половине 19-го века. Это широкая рубаха, которая не стесняет движения. Это широкие брюки, которые достаточно свободно чувствуют себя человеком. В приказах рабоче-крестьянского Красного флота этот вид одежды утвердили под названием «рабочее платье». Матросы на кораблях проводили в этом платье чуть ли не большую часть времени. Не забывало руководство страны и о теплой одежде для моряков. Все-таки Россия по климатическим условиям не самая жаркая страна. И если помножить этот факт на морские ветра в холодное время года, то тема теплой одежды вполне актуальна. Поэтому для матросов утвердили уже существовавшие ранее бушлат и пальто. Бушлат появился в Царском флоте в 1854 году. Назывался он поначалу «полупальто». Очень скоро это полупальто стало наиболее популярной верхней одеждой матросов. Русский мореплаватель, исследователь Арктики, адмирал Федор Петрович Литке дал ему название «брушлат» от немецких слов «бруст», «грудь» и «лат» – «защита груди». Это название не было официальным термином и встречалось в основном в разговорной речи. И только после революции возникла новая форма произношения этого слова – «бушлат». А в 21-м году термин «бушлат» появился и в официальных документах. Бушлат утвердили как универсальную верхнюю одежду для холодного периода времени. В нем несли службу на кораблях и ходили в увольнительную на берег. Но для торжественных случаев матросам полагалось однобортное пальто английского покроя. В том же 21-м году утвердили одежду и для командного состава Красного флота. С ней тоже связана интересная история. В то время советское руководство пропагандировало идею всеобщего равенства и братства. Проявлялось это не только в распределении благ, но, как ни странно, и в одежде. К примеру, в Красной армии и командиры, и рядовые ходили в одинаковой, единообразной форме – гимнастерка, шаровары и сапоги. Немного другая ситуация сложилась на флоте. Здесь одежда командного состава РККФ очень сильно отличалась от одежды старшины матросов. Так же, как и в случае с одеждой рядового состава, практически вся одежда командного состава была позаимствована из дореволюционного флота. В качестве головного убора взяли фуражку с козырьком. Черную открытую тужурку с рубашкой и галстуком утвердили в качестве повседневной формы. Носилась она с черными брюками и ботинками. Кстати, само название «тужурка» появилось не случайно. Происходит это слово от французского «тужу», то есть «всегда», «на каждый день». И, конечно, очевиден выбор черного цвета. При постоянной носке на такой одежде меньше видна грязь. Еще одним элементом верхней одежды, утвержденной в 21-м году, был синий китель. Командный состав носил его тоже, как повседневную форму. Впрочем, не возбранялось надевать китель и в торжественных случаях. Синий китель, равно как и черную тужурку, разрешалось носить как в зимний, так и в летний период времени. Но был еще один вариант одежды, который носили только в теплое время года – белый китель. Белые кителя, та же, как белые форменные рубахи, носились в летнее время, когда на фуражку одевался белый чехол. То есть он не являлся обязательно элементом парадной одежды. Но хотя белый китель и не являлся обязательным элементом парадной одежды, его старались носить больше в торжественных случаях или при встрече вышестоящего руководства. Этому способствовали две причины. Первая – флотские традиции. Еще в 1902 году 32 государства присоединились к предложению царской России считать белую одежду у офицерского состава официальной формой, наряду с парадной. После революции белый китель утвердили только на флоте. И моряки, стараясь сохранить традиции, редко использовали его как повседневную одежду. Вторая причина была достаточно банальной. На белом, как нигде видна грязь, и если человек неаккуратно ее носит, он сразу же получает взыскание. Носить одежду белого цвета больше двух дней и при этом не испачкать ее достаточно трудно. А получить взыскание за неряшливый вид от начальства совсем не хочется. Поэтому и носили белый китель нечасто. После 1921 года каких-либо значительных изменений в одежде военно-морского флота долгое время не происходило. Из наиболее видимых нововведений можно выделить только два. Во-первых, командному и некомандному составу вместо пальто установили шинель. Это пальто, оно не закрывало именно грудь, оно было открытым. Тем самым, как бы подвергая воздействию окружающей среды, воздуха холодного и так далее, морских брызг. А шинель, она была закрыта. То есть она была, застегивалась как раз и закрывала грудь. Во-вторых, для поясного ремня утвердили пряжку с изображением якоря и звезды. Ну, что касается поясных ременей, они впервые появились, они в 1921 году. И в описании сказано, что ремень имеет просто пряжку, там не было бляхи как таковой. Хотя на многих фотографиях видно, что даже в 1923-1924 год порой матросы стоят, и у них на ремнях бляхи императорского флота с орлами, с якорями. А в 1925 году уже ввели поясные ремни с бляхами, на которые навертено якоря, наложена звезда с серпом молотом. Почему якорь? Потому что якорь является во всех флотах, во всем мире является символом флота. В дальнейшем способ ношения ремня стал своеобразным индикатором лояльности матросов к офицерскому составу. Есть такое флотское поверье, что когда во время утреннего осмотра начальник обнаруживает, что у тебя ремень повернут наоборот, то есть якорь расположен кверху лапами, это означает недоволен начальством. И после этого начальство обязано делать какие-то выводы. Даже если человек, у которого это обнаружено, пытается превратить это в шутку. Существенные изменения в одежде военно-морского флота произошли только в январе 1941 года. Затронули они высший командный состав, адмиралов и генералов. Для них установили два новых образца одежды. Повседневную тужурку белого цвета. И закрытый парадный мундир черного цвета с шитьем на воротнике. К мундиру полагалась фуражка с расшитым козырьком и парадный пояс. Эти предметы обмундировании не были введены вместо чего-то. Они дополняли тот комплект обмундирования, который имел до этого высший комсостав. Причина была та же, чтобы выделить высший командный состав, для которого были введены адмиральские и генеральские звания, от другого командного состава. Какие же генералы в военно-морском флоте? Задаст зритель вполне закономерный вопрос. Ответ достаточно прост. Дело в том, что в 20-30-х годах на флоте формировалась не только корабельная составляющая. Развивалась береговая артиллерия, морская авиация, служба тыла. Этими родами войск командовали люди, имеющие общевойсковые звания. А сами войска входили в состав военно-морского флота. Соответственно, и одеты военнослужащие были во флотскую форму. Но в 41-м году произошли некоторые изменения. Новые образцы формы для адмиралов и генералов военно-морского флота утвердили. А военнослужащим береговой артиллерии и морской авиации флотскую одежду отменили. Для них установили форму сухопутных сил. Официальная версия такого решения была следующая. Существующая форма одежды для береговой обороны и авиации ВВС демаскируют личный состав при исполнении служебных обязанностей и не приспособлены к действиям в береговых условиях, как в мирное, так и в военное время. В принципе, можно сказать, что это все сделано было в связи с тем, что все-таки мы ожидали в какой-то степени, что война когда-то все-таки начнется. В период Великой Отечественной войны некоторые изменения в форме военно-морских сил происходят в 43-м году. Во-первых, для военнослужащих всех родов войск были утверждены погоны, хотя на покрое одежды моряков это нововведение не сказалось. Во-вторых, возвращаясь к старым флотским традициям, для среднего и старшего командного состава утвердили закрытый парадный мундир с поясом. До этого такой мундир полагался только адмиралам и генералам ВМФ. В том же 43-м флотская одежда была возвращена морской авиацией и береговой артиллерии. Причина такого решения была продиктована общей экономической ситуацией в стране. Проведенные ревизии выявили сильную нехватку общевойскового обмундирования. Пошить в нужном количестве дополнительную одежду не позволяли производственные мощности. Шла война. Загруженные оборонными заказами завода не всегда справлялись с планами. О дополнительных проектах не могло быть и речи. Поэтому в 43-м морской авиации и береговой артиллерии флотскую форму решили вернуть, так как перед войной ее пошили в большом количестве. В начале 45-го года Сталин утвердил для командного состава военно-морского флота новый элемент одежды – вицмундир. Приурочено такое нововведение было к предстоящему параду победы. Вицмундир – как бы заменитель мундира. То есть форма одежи, которая допускалась при ношении вас в торжественных случаях, не парадных, но торжественных случаях, при выходе в театр, в общественные места и так далее. Хотя, в общем-то, в принципе, его сам фасон был необычен. По своему покрою вицмундир практически полностью соответствовал прежнему сюртюку, который носили в русском флоте не только адмиралы, но и офицеры. Но вицмундир просуществовал недолго. В 51-м году его отменили. Вицмундир не отвечал общему течению военной моды. А военная мода диктовала в тот период открытую двубортную тужурку. Напомним, что такой элемент формы был утвержден на флоте в качестве повседневной одежды еще в 21-м году. Но более широкое распространение в армии тужурка получила только спустя 28 лет. Одежду такого покроя утвердили в авиации и бронетанковых войсках, только уже в двух вариантах – как повседневную и как парадную форму. А в 51-м не обошли стороной и законодателей этой моды – военно-морской флот. Вместо закрытого черного мундира утвердили новую парадную форму – черная фуражка, черный китель, черные брюки с ботинками и, как обязательный атрибут, кортик. Правоначально кортики носились не только при парадной одежде, как это происходит сейчас, а кортик носился и при служебной одежде. Практически командиры флота практически при всех видах формы одежды носили кортики. И при выходе в город, и при служебной форме, принесении вахты, принесении дежурств, естественно, при парадах. Появился кортик еще во времена парусного флота. И назначение этого оружия было далеко не декоративное. Первоначально кортик исполнял основную свою роль. Это было холодное оружие, которое использовалось не только офицерами, не только командирами на флоте, но и матросами, как абордажное оружие. Стоит заметить, что качество изготовления и отделки этого холодного оружия было высоким. Кортики царской России очень ценились за рубежом. И причем русский кортик всегда вызывал зависть у многих иностранных моряков. Я знаю, что во время визита Вильгельма II в конце XIX века к своему кузену Николаю II ему настолько понравились российские кортики российского императорского флота, что он немедленно дал распоряжение своим мастерам и специалистам по униформе разработать точно такой же кортик, скопировав, взяв за образец российский. И после этого на германском флоте открытого моря утвердился такой элемент. Конечно, с развитием вооружения роль кортика как холодного оружия значительно снизилась. Но зато возросло его значение как символа военно-морского флота. В дальнейшем кортик становится, выполняет роль в основном больше не холодного оружия, он остается холодным оружием, но в принципе играет больше декоративную роль, как элемент формы одежды, становится элементом формы одежды именно командного состава, то есть офицерского состава, адмиралов, офицеров. Идет военно-политическая академия имени Ленина. Парад 1956 года на Красной площади в Москве. Обратите внимание, что у всех офицеров с левой стороны на поясе висит кортик. В конце 40-х годов советское руководство решило придать более торжественный вид командному составу. С этой целью офицеры всех родов войск были обязаны при парадной форме носить кортик. Военно-инженерная академия имени Кудышева. Военно-воздушная академия Советской армии. Но такое нововведение продержалось недолго. В начале 60-х кортик окончательно стал прерогативой только офицеров военно-морского флота. В 63-м военно-морском флоте появляется новый вид одежды. Предназначен он был для отдельного рода войск, входящего в состав флота. Речь о морской пехоте. В СССР первая бригада морской пехоты была образована в 40-м году. Тогда, по итогам войны с Финляндией, советское руководство решило, что в состав военно-морского флота должно входить отдельное подразделение. Его цель — захват береговых плацдармов с моря. Решение достаточно быстро воплотили в жизнь. Но, несмотря на то, что бригада входила в состав флота, для нее установили общевойсковую форму одежды. Командующий флотом адмирал Кузнецов неоднократно пытался ввести для морской пехоты флотскую форму, но Сталин проект не утверждал. И в 42-м году для того, чтобы каким-то образом выделить морскую пехоту от других стрелковых частей Красной Армии, для них был введен отличительный знак, во-первых, на левом рукаве, это якорь на черном фоне. И вместо нательного белья разрешалось выдавать тельняшки. Что касается тех частей и подразделений, которые формировались уже в ходе войны, соответственно, переодевать не было времени. И люди ходили, шли в бой в том, в чем они сошли с кораблей. В 1944 году Кузнецов своим приказом ввел флотскую одежду для морской пехоты. Но данный приказ не имел над собой нормативного акта более высокого уровня, то есть постановления Совета народных комиссаров. Поэтому, в принципе, морская пехота, несмотря на то, что форма одежды такая была введена, морская пехота полностью на форму одежды флотского образца так и не смогла перейти. А в середине 50-х этот род войск и вовсе расформировали. Вернулись к этому вопросу только в 1963 году. Советское руководство пришло к мнению, что морская пехота все-таки нужна, и ее начали создавать заново. Конечно, в процессе формирования возник вопрос и об одежде. Решили его следующим образом. В качестве парадно-выходной и повседневной формы установили флотскую одежду существующего образца. А вот полевую немного доработали. Брюки и тельняшку оставили без изменений, а в качестве обуви приняли сапоги с коротким голенищем. Предполагались активные действия на суше, и защита ног от грязи была необходима. Абсолютно новым предметом одежды морской пехоты стал китель. Правда, поначалу он проходил в документах как гимнастерка на пуговицах. Но в отличие от общевойсковых образцов, эта гимнастерка расстегивалась полностью. Создавался такой китель вполне с конкретной целью. Как известно, одежда в воде значительно увеличивается в весе. И если по какой-то причине человек начинает тонуть, ему как можно скорее нужно избавиться от одежды. Снять через голову обычную гимнастерку, находясь при этом в воде, достаточно трудно. Поэтому и разработали для морпехов специальный китель. Резким движением руки военнослужащий начисто срывал все пуговицы. Еще одним элементом одежды, который кардинально отличал морскую пехоту от остальных родов войск, стал берет. Легкий и удобный, он достаточно плотно облегает голову и не слетает во время активных действий. Ну, береты существовали до этого, естественно, существовали до этого. Во-первых, они существовали как рабочие головные уборы и в авиации, и в автобронетанковых частях. Они существовали в качестве рабочего головного убора на флоте. Вводя берет для морской пехоты в 1963 году, таким образом, как бы хотели выделить морскую пехоту как особый род сил военно-морского флота. В 60-х годах военно-морской флот СССР обладал большой мобильностью. Эскадры несли постоянную службу в Средиземном море и Индийском океане. Из-за отсутствия береговых баз в южных широтах советским морякам приходилось месяцами находиться в автономном плавании под лучами тропического солнца. Обычная одежда в этих условиях не удовлетворяла моряков. Поэтому в 65-м году личному составу ВМФ была введена дополнительная форма одежды, облегченная. Сюда входили шорты, рубашка с коротким рукавом и панама. Но эта одежда была все-таки дополнением для моряков, несущих службу в южных широтах. Несколько последующих десятилетий форма одежды военно-морского флота существенным изменениям не подвергалась. А те незначительные изменения, которые все-таки происходили, были связаны в основном с веяниями военной моды или практичностью того или иного элемента одежды. Каждая смена, как правило, министра обороны, она придавала какой-то оттенок. То есть были небольшие, к счастью, видоизменения формы одежды. Например, после того, как ушел министр обороны маршал Малиновский, были отменены белые кителя, которые были очень красивые, но, видимо, непрактичные. Потому что их надо было каждые два дня крахмалить, стирать белоснежные. И они, в общем-то, были уместны в основном на Черноморском флоте. Одежду военно-морского флота можно назвать уникальной. Во-первых, она всегда была очень популярной. Отдельные элементы этой формы гражданское население носило в быту и очень гордилось этим. Даже сын императора Николая II ходил в обмундировании матроса. Во-вторых, на протяжении долгих лет своего существования она практически не изменилась. Если сравнить рядовой состав в форме 21-го года и тот же состав в форме 75-го, то за исключением мелких деталей, визуальных различий попросту нет. Что касается одежды офицерского состава, то она в большей степени не изменялась, а дополнялась новыми элементами. Но все эти новые элементы, как правило, создавались на основе старых образцов. В отношении внешнего вида форма одежды военно-морского флота не претерпела значительной эволюции. Может быть, это и правильно. Ведь неизменный вид — это в первую очередь давние традиции. А чем крепче традиции, тем крепче наш флот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...